Всем привет! Добро пожаловать в наш эфир! Сегодня я имею честь посвятить нашу встречу с вами вот этому праведнику, нашему ребе. Это седьмой любавический ребе. Вот. И я решила посвятить этому праведнику наш сегодняшний эфир, потому что сегодня 11-е Ниссана, и это день рождения седьмого любавического ребе. И хоть физически ребе уже давно с нами нет, но мы знаем, что духовно человек всегда жив. Особенно, если есть, остались после него дети, люди, которые его помнят, которые делают то, что он просил, выполняют то, что он просил, да. Всем привет! Добро пожаловать на наш сегодняшний эфир, который мы удостоились посвятить нашему седьмому любавическому ребе. Это Менахэ Мэндл Шнэйрсон. Может быть, многие из вас слышали. Это праведник, это великий человек, и о нём рассказывают очень-очень много историй. Но знаете, чем он ещё более велик, чем все-все эти истории? Он велик тем, что он всем сердцем и всей душой хотел донести людям, что нужно улучшаться, нужно менять этот мир. Было даже видео, где ребе сидел, кричал и плакал. Он говорил, что Машех уже здесь, откройте глаза, он уже здесь, нам осталось так мало сделать. Нам осталось чуть-чуть, и всё, и он раскроется. А Машех это времена, когда нет войн, когда нет зла, когда нет испытаний, нет болезней. Это лучшие времена. Это ещё лучше, чем грядущий мир, потому что в грядущем мире все тоже ждут Машеха. Они, да, находятся возле Всевышнего, но они тоже ждут Машеха. Так вот, этот великий человек, он всей душой хотел улучшить этот мир, и у него это получилось. Тысячи посланников его, которых он отправлял... Вы видите в интернете посланники ребе в Китае? Он отправлял куда хочешь, в Китай, в, не знаю, в Германию, во Францию, в Англию, в Израиле, в Украине, в России, в Казахстане, в Грузии, в Азербайджане. Во всех, во всех странах, где вы не ведёте, почти везде есть посланники ребе. Посланники ребе — это тоже особые люди, которые оставляют свои семьи, оставляют свою привычную жизнь и идут посвящать свою жизнь другим людям. Очень многие, очень многие хаббатники являются посланниками ребе. Они живут в другой стране, разговаривают на русском очень-очень плохо, но они учат, они вообще приезжают в другую страну без языка для того, чтобы... Наверняка вы слышали, бесплатный подарок перед Песохом, вам посылка, это посланники. Они открывают детские садики для детей, они открывают школы еврейские для детей, эти посланники, они открывают университеты. Я училась в еврейской школе, спасибо Всевышний, я училась в еврейском университете, спасибо Всевышний. Я получила красный диплом финансовый кредит, я, может, здесь, кстати, тоже есть кто-то. У меня диплом специалиста по банковскому делу и страхованию, и это все еврейский университет. Просто был он с наклонностями, да, на иудаизм, и мы учили еврей, мы учили тора, у нас была традиция, у нас были молитвы по утрам. Слава Богу, я очень благодарна, и именно благодаря Ребе, понятно, что в первую очередь благодаря Всевышнему, но именно благодаря Ребе, посланникам Ребе, я сейчас живу в Израиле, я живу в Аждоде, я являюсь та, которая есть. Баруха Шем, до меня смогли донести всю важность улучшения, улучшения этого мира, до меня смогли донести всю важность развиваться и учиться, становиться лучше, да, всю важность делать заповеди, улучшать этот мир, и я безумно-безумно за это благодарна и посланникам, и Ребе. И Ребе, он, если о нем почитать, то это не почитать, это видеть надо, сколько на видео есть всяких, да, где Ребе дает лекцию, не заглядывая ни в какую бумажку, не сбиваясь ни на чем, и все как будто бы он читает из книги, да, я поражаюсь просто величию этого человека. И о нем, конечно, есть очень много историй, есть история, когда у человека не работала там правая рука, и Ребе говорил, возьми стакан в правую руку, он говорил, ну я, он был в недоумении, и Ребе говорил, лыхай, и у человека поднималась рука, я не знаю, как, он давал благословение на детей, он давал благословение на исцеление, это, это не передать, да. И вот вчера мы с мужем вечером читали историю про Ребе, и я сказала, все, я на Вайкра поделюсь этой историей, и я делюсь с вами этой историей, но прежде чем я поделюсь, я хочу, чтобы вы просто посмотрели, посмотрели, что я хочу сделать. Да, Мэнделе? Так, у нас, у нас здесь, видите, произошло ЧП, Мэндел, но ничего страшного, меня это не остановит, я все равно хочу рассказать вам эту историю про Ребе, как и однажды к Ребе пришел один мужчина, пожилой, не знаю, среднего возраста, скажем так, ему было лет 60, и он говорит, что у меня есть сын, который пошел служить в армию израильскую, да, и у меня есть сын, который пошел служить в израильскую армию, и он отказывается приходить к нам домой, он съехал на другую квартиру, отказывается приходить. Почему? Потому что у меня на стене висит портрет моего дедушки, который был раввином в местечке, и мой сын, он не может смотреть на него религиозно, в общем, какие-то неполадки, и он из-за этой картины отказывается приходить домой. И отец тоже не может понять, или это просто отговорка такая, что это происходит, непонятно. И Ребе ему сказал, не переживайте, внук и прадед помирятся. Окей, на этих словах они вроде как успокоили нашего героя, который пришел к Ребе, да, этого мужчину, и он ушел. И дальше эту историю уже рассказывает сам внук, сам сын этого мужчины, который приходил к Ребе, и он пришел к нему, и Ребе его узнал, и он говорит шалом, и Ребе говорит ему, я тебя узнал, ты знаешь, что твой отец очень переживал, он когда-то приходил ко мне, его сын говорит, да, вы знаете, я хочу вам что-то рассказать. И этот солдат, он начал рассказывать историю Ребе, и он говорит, что когда он служил в армии, то он ехал, он служил в боевых войсках, и когда была шестидневная война в Израиле, он ехал в танке, и он ехал, и вдруг перед ним, вот так перед глазами, предстало лицо какого-то пожилого человека в Толите, в Тфелине, который, который как будто бы преграждал ему путь. Он хотел ехать, и он говорил нет, и как бы отговаривал его ехать туда. Ну, он как бы, понятное дело, очень испугался этому всему, и развернулся, и уехал. Когда он уехал, за ним начали ехать танки противников, которые попали на минную часть и взорвались. Вы понимаете, что произошло? Вот этот дедушка, он спас своего внука, чтобы тот не наехал на это минное поле. И в итоге вот эти танки, которые ехали за ним, они взорвались, а не он. И он говорит, я долго не мог понять, чье это лицо, которое меня спасло. И когда он приехал, он, конечно, захотел... Ну, он жив, Баруха Шем, очень многие его друзья, к сожалению, не удостоились такой участи, да? И когда он приехал, он сразу захотел прийти к папе. И когда он пришел, он вот так вот увидел этот портрет, и он начал плакать, и он понял, что это был его дедушка. И он рассказал об этом Рэбе. И, во-первых, как Рэбе мог знать, что они да помирятся, как он запомнил, что это вообще сын этого мужчины, да? И как такое произошло? В общем, есть очень-очень много историй нашего Рэбе, но самое-самое главное, это не история, это дела нашего Рэбе. Это то, это все посланники, это то, кто я являюсь, да? Это те труды, которые он делает, это та помощь безвозмездная, которую предоставляют сейчас общины по всему миру, да, людям. И за это, конечно, я очень-очень благодарна и Хабаду, и нашему Любавическому Рэбе. Вот, и этот эфир был посвящен в честь дню рождения Любавическому Рэбе. Вот, ему уже, как исполняется, 118 лет, физически его нет с нами, но духовно человек всегда жив, пока живы его дети, пока живы его наследники, пока живы его идеи, пока живы последователи, да, его идеи, которые распространяют и делятся этим. Вот, поэтому, мазальтов всем, и спасибо большое за наш сегодняшний такой уютный эфир, а я вынуждена отключиться. Всем хорошего вечера!